Да, ну я немножко расскажу, да, если кто впервые на нашем прямом эфире. Я увлёкся темой Атланты ещё порядка 7 лет назад, поскольку у меня были проблемы, которые я не мог никак решить. У меня были проблемы с поясничным отделом позвоночника, шейным отделом, с головными болями. Я искал причину, в общем, как врач, и какие-то вопросы я находил ответы, но какие-то нет. И я уже устал лечиться, устал носить корсеты, устал экологить лекарства и встретил информацию о коррекции Атланта. Я думаю, почему бы и нет. Посмотрел видео, как у себя его диагностировать, прощупал, понял, что он стоит у меня неправильно, и с этой информацией я жил дальше. Я думал, ну будет какая-то возможность. Я тогда исследовал различных специалистов, но Сергеем мне тогда не удовольствовал раньше познакомиться со временем. Я был у другого специалиста, делали мне коррекцию, соответственно. И после этого я ощутил всю прелесть о том, о чем Сергей Владимирович рассказывает в своих видео. Как меняется жизнь человека после коррекции. Но это не был легкий путь, поскольку коррекция – это, видишь, маленький этап на пути восстановления вашего здоровья. Поэтому если говорить о последующих изменениях, это достаточно длительный промежуток, от 3 до 6 месяцев, а порой до года, когда человек чувствует, что тело начинает меняться. Поэтому здесь нужно быть к этому готовым. И сосуды как нельзя связаны с проблемой Атланта. Поскольку у нас, я как сосудистый хирург, занимаюсь практически всеми сосудами, всегда меня интересовала тема позвоночной артерии, поскольку ко мне обращается очень много пациентов, которые ищут возможность устранить себе эти причины. Головные боли, шум в ушах, снижение зрения. Да, вот Сергей Владимирович как раз на манекене показывает местонахождение позвоночных артерий. И в этой области находятся не только позвоночные артерии. Там лежат сонные артерии, лежат позвоночные вены, еремные вены. Точно так же в спинном мозге находится спинномозговая жидкость. То есть все вот эти жидкости находятся вот в этом узком месте. И когда ко мне приходят пациенты, я прошу их провести МРТ шейного отдела позвоночника, для того, чтобы выявить, есть ли причины, которые могли бы вызывать отек лица. Например, с давлением позвонком еремные вены. Вот вчера у нас как раз был вопрос, что у человека под глазом там отекает что-то, и может ли Атлант в таком случае помочь. Я думаю, это как раз из нашей темы. Да, очень часто мы видим детей, очень маленьких, у которых синяки, синева такая под глазами, которая точно так же говорит о нарушении венозного оттока от головы. При этом, если мы будем диагностировать положение Атланта, в большинстве случаев мы выявим его смещение в той или иной степени. Ну да. Ну и как раз вот неправильное положение позвонка Атланта самого по себе очень сильно влияет на позвоночные артерии. При определенных поворотах головы артерия может спазмироваться. Она достаточно чувствительная к воздействиям механическим. И в последующем, когда человек взрослеет, стареет, развиваются дегенеративные изменения. Диски выходят из-за пределы позвоночного канала, приводят с давлением. Поэтому, если человек сделает ультразвуковое исследование сосудов шеи, например, обратиться к специалисту и попросит делать ему УЗИ сосудов шеи и позвоночных артерий, в большинстве случаев специалисты УЗИ напишут снижение скоростных показателей кровотока по той или по другой стороне, извитость хода позвоночных артерий и наличие бляшек в таком формате, и изменение скоростей кровотока. Поэтому, как один из факторов диагностики, это ультразвуковая диагностика вам в помощь, если вы хотите выяснить, есть ли у вас проблемы с позвоночными артериями. Спасибо.